Продолжаем с вами чтение книги на рубеже двух эпох, митрополита Вениамина Феяченкова. Мы с вами читаем главу школы, общества и церковь. Началась попытка переселенчества в Сибирь. Были ходоки из нашей деревни, но вернулись почему-то совсем нищими, без лошадей и телег. Так, оборванные, я помню лицо одного такого главаря с острой бородкой, Артем Ивановича. И никого это не удивило, уж так все привыкли к бедам, бедноте, неудачам, несчастьям. Так шли дожди, а время бежало, уж июнь к концу, а мы еще не знаем ничего о таинственном духовном училище. Тогда мать предлагает мне идти хоть в дождь пешком, детям и море по колено. Пойдем, мама. На наше счастье сплошные тучи начали редеть. Прорезывалось кое-где небо солнышком, а потом опять загустит и опять польет неустанный дождь. Пойдем. И после обеда, когда облака поредели-пошли, разумеется, об босиком, обувь на палках за спинами. Идем, идем, вдруг опять сгустилась туча, и нас поливает, как из ведра. И на раз нагнемся под высокую волнующуюся рожь, что разве-то поможет. Опять идем, идем, дождь перестанет, сохнем. Так добрались до реки Ворона, осталось четыре версты до Кирсановской станции. И к этому времени небо расчистилось совершенно. Петру тих, и чудная алая вечерняя заря радужными красками обливала всю землю. Перешли в мост, дальше шла уже Шаша, шоссе из каменного булыжника. Летняя сырость скоро сохнет, да и город близко. Мать предложила обуться, сошли мы к воде и начали мыть ноги от налившей грязи. Вижу, у матери слезы катятся. Бедный, бедный мой Ванюшка. Меня прежде звали Иваном. С какой поры приходится тебе горе хлебать? Мама, крикнул я весело на всю реку. Зато протопопом буду. И мне совсем не было печально, как с гуся вода, скатывалось детское горе. А там впереди учение, потом батюшкой, богатая почетная жизнь. Из-за этого стоило грязь месить. В город мы вошли уже при огнях. Казалось, красиво. Передохнули и подсохли у родственника, матери и отцовская родня осталась в Смоленской губернии, телеграфиста Николая Ивановича, и ночью выехали в славный тамбов. Хорошее солнечное утро. Представился он мне грандиозным. Чистые, мощеные, линейшие улицы. Огромные двух-трехэтажные дома, магазины, церкви. Звон больших колоколов, только солнышко совсем не там. Сходило, как у нас в селе, мы сначала отправились помолиться в кафедральный собор, построенный еще приепископ Петериме, современники Петра Великого. Отслужили панихиду при его раке. После 1914 года я уже в сане архимандрита и ректора семинарии участвовал в прославлении его как святого нашей церкви. Из храма уже не знаю, откуда знала его мать. Направились к старцу Ирею Петру, жившему в соборном доме, в полуподвальном этаже. Его почитали за святого и прозорливого. Получили ему благословение от него, и, кажется, он сказал о какой-то неудаче. Не показался неприветливым. От него мы отправились во второе духовное училище за справками. Первое было дальше и почему-то считалось строгим. Мать для сыночка предпочла более мягкое. Были уже каникулы. Нас весьма мило принял помощник смотрителя Виктор Иванович Казанский, немного заикавшийся и с оттенком красноты в носу. В каких-нибудь 5-10 минут он разъяснил мне и матери, что следует знать для экзамена во второй класс. А был ещё приготовительный первый. Ну, закон Божий. А по какому учебнику, спрашиваю? Всё равно. Ещё грамматику, арифметику. До дробей. Немного славянского языка. Ну и пения. Приезжать на экзамен 16 августа. Это вот и всё. Ты запомнил? Спрашивает малограммная мать учёного сына. Учёного в кавычках. Конечно. С довольной улыбкой отвечаю. Я. Ведь я уже 6 лет до этого учился. А в уездном училище проходил не только дроби, но и геометрию, катехизис, гражданскую историю. Поблагодарили мы доброго начальника и обратно домой. От Кирсанова тоже пешочком, но же по успевшей высохнуть дороги. А мать всё беспокоится об экзаменах. Тут она решилась на отчаянный шаг. У фельдшера нашего села отлично лечил Павла Васильевича Родникова. Это лето жил племянник, семинарист. Мама, чтобы всё было уже наверняка, предложила ему 25 рублей. И отказалась нам богатством за подготовку. Но он болел чахоткой и отказался. Тогда она приказала мне попросить руководить моими занятиями Кирсановского протопопа, знакомого уже мне по уездному училищу отца Иоанна. Я пешком отправился в город. Он очень охотно, спасибо ему, согласился, чтобы я раз в неделю являлся к нему для проверки. И вот по вторникам, день базарный, можно было иногда с попутчиками подъехать, я каждую неделю отправлялся в город. Нравился он мне. Огромный собор с очачайшей колокольней. Рядом Ильинская церковь. Кругом площадь в одной стороне и ряды в другой. Чего там не было в этих лавках. Вот чистенькая, хорошо пахнущая воском свечная лавка. Тогда ещё не было эпархиальной монополии на свече. А рядом пахнет дёгтем из колониального магазина. Дальше мучная и лесоконная лавка. На других улицах Булочная. Ульева. Кондитерская немца Яхмана. Ах, какие там были воздушные пирожные за три копейки. Над собором в солнечную жару вились свизгами стаи беспокойных стрижей. Без них и город не город. Внизу речушка. Сажень шириной кура бродили через неё. Город заканчивался сзади женским монастырём. С высокими белокаменными стенами. 26 июля старого стиля праздновалась Тихвинская икона в монастыре. И в городе устраивалась ярмарка на мосту. Скромно стояли две монашки около большой иконы. Вероятно, копии с главной. И люди крестять бросали им грошки на тарелку. Справа на горе солдатские кирпичные казармы. А налево кладбище всё в зелени. В центре города деревянная колонча. Для наблюдения за пожарами около неё. Городской сад для гуляний. Впереди города станция железной дороги. Всё это было мило, как родное знакомое. Дом протопопа квартиры был полутораэтажный, кирпичный, с красивой светло-бордовой окраской. Вот сюда я и бегал по 50 верст, два конца. Слык поблагословлял меня отец протеерей. Ну что, как учил? Учил. Ну расскажи. Расскажи что-нибудь немного. Ну вот учи теперь дальше по книжкам. Снова благословение. Я бегу домой с книжками под мышками. Едва ли он занимался со мной больше получаса. Делов ведь много у всякого. Теперь уже никто не подвозил, потому что было ещё утро, все были на базаре, а я бегу по полям. И никогда по дороге, которая делала крючок, а прямо к полям уже тогда скошенную. Вижу далеко впереди ту самую одинокую мельницу, без крыльев укладыща, и напрямив крючок к ней. Я не уставал, не тяготился, душа-то была ещё ангельская, не битая. А маленькие горести забывались. И так каждый вторник. Лето промчалось очень скоро. После успения 15 августа старого стиля мы с матерью уехали опять в Тамбов на страшные экзамены. Но оказалось, что сначала целую неделю удержали перегламеновку слабые ученики, а приёмный экзамен во второй класс назначен был на 22-е число. Матерь ждать нельзя. Оставила она меня у какой-то толстой и доброй кухарки на постоянном дворе, кажется, на Знаменской улице. И выродилась домой на неделю. Хозяйство, маленькие дети, винная лавка через неделю снова приехала. А посещая училище, я вдруг от школьников узнал ужасную для меня новость. Оказалось, по славянскому языку во второй класс нужно было знать не немного, а половину грамматики. Так же мне показали какие-то неслыханные, но и времена споряжения глаголов. Приходящее, прошедшее, совершенное, давно прошедшее и даже какой-то странный аурист, боже мой. А там ещё двойственное число, в сельской церкви я уже мог читать часы по-славянски. Но тут целый тёмный лес нового же языка, и я пал духом. Учиться уже было поздно. В неделю не учишь того, что проходит за год. Но почему-то, почему-то же не сказали мне об этом обо всём ни Казанский, ни мой протопоп. Они же знали всё это. Ответ был один. Не очень-то мы привыкли интересоваться нужными других. Что делать? Приехавшей матери я не сказал ни слова. Зачем огорчать бедную? Всё равно не поправишь дело, а может быть, думалось. Как-нибудь ещё и пронесёт? Пришли на экзамен. За длинным столом сидят три учителя. Один из них – смотритель по фамилии Щукин. Необыкновенно толстый. За партами несколько мальчиков с родителями. На этот раз вызывали по алфавицу с конца. Мою фамилию записали в училище не с фе, а с греческой буквы. Далее на Ижицу уж не было фамилий. Вышел, поклонился. Расспросили, где учился. Шесть лет было в моём резерве. Но боюсь иностранного славянского языка. Молчу. Начал с экзамен. Причитай царей иудейских, говорит холодный смотритель. Саул, Давид, Соломон. Стой! Это не иудейские цари, а общие еврейские. А я тебя спрашиваю об иудейских после разделения. Раваам, Ахозия, Зекия. Не знаешь всех? Не знаю, говорю. В моей книге этого нет, оправдываюсь я. Ты по какому учебнику готовился? По-финскому. А нужно по Димитрию Соколову, строго возражает смотритель. Но я весной спрашивал помощника смотрителя, по какому учебнику готовится он мне. Сказал, всё равно. Что мне помощник смотрителя грузно напал? За моё возражение смотритель Щукин. По уставу нужен Соколов. Не знаешь? Не знаю. Ну и уходи. Я повернулся. Вдруг встаёт мать, и умоляющим робким голосом спрашивает. А нельзя на класс ниже? Сколько тебе лет? Двенадцать, тринадцатый. Устарел по закону для первого класса? Мать громко расплакалась. Мне стало страшно обидно. Не за себя, а за неё, говорим, мычиную. Я, набрав откуда-то смелость, громко во всё слышно и сказал ей, мама, пойдём отсюда. То есть от таких нехороших людей. Взял её за руку и повёл к двери. Вышел в коридор. Что же делать? Захлёбываясь в слезах, спрашивает меня мать. Пойдём в первое училище. В это время из класса вылетает другой мальчик. Сотников. И он провалился на тех же царях. После, учась уже по Соколову, я узнал, что это цари числом до двадцати. Действительно пропечатаны были его книжки. Но и там, лишь в подстрочном примечании. Бог с ним, этим Щукиным. Проглотил он тогда меня, как карасика. Но скоро и скончался от удара. Из-за полноты своей. Наш знакомый Казанский стал смотрителем. А мы с Сотниковым, моей мамой и его отцом быстро пошли по набережной реки Цмы в строгое училище. Куда не хотелось сначала мать. Был уже последний день приёма. Мать бросилась со мной теперь уже не к помощнику, а в квартиру к самому смотрителю Охотскому. Раздался за ног. Вышел полный человек в сюртуке. Жиденькая бородка, узкие глазки. Мать сразу ему в ноги. А мне больно за неё. И он помошился. Спрашиваем, можно ли ещё держать. Можно. Ныне последний день. Идите в канцелярию. Писец, серенький старичок. Или писец. Писец это. Да, писец. Серенький старичок. С больными ревматическими ногами. Сам написал прошение. Я подписался. Повёл на экзамен. Сначала диктант. Великолепно. Преподаватель Орлов. Вообще-то раздражительный человек. Как я узнал после. Но на этот раз. Полошёл в запуганной моей матери. Говорит ей при мне. Ваш сын прекрасно. Написал диктант. Спасибо ему за такое утешение. Бедной женщине. Потом вызвали к столу. Ну, думаю, что как опять про царей. Расскажи проявление Бога Аврааму в виде трёх странников. Гора спала с плеч. Кто же не знает эту историю. Потом по-русскому. Знаешь какие-нибудь стихотворения? Много знаю. Отвечаю я наивно. Уже осмеливши без царей. Ну, например, мартышка и медведь. Потом. Ну, во-первых, поправляет меня благодушный учитель, которому понравился мой диктант. Это не стихотворение, а басня. Милый мой. А во-вторых, она называется зеркало и обезьяна. Ну, всё равно. Беспечно продолжаю. Я в весёлом тоне. Ну, хорошо, читай. Мартышка в зеркале увидит образ свой. Тихонько. Медведя. Толк с ногой. Смотри-ка, Мишенька. И так далее. Ну, разбери, где подлежащее, сказуемое, какое время и прочее. Всё шло отлично. По арифметике прекрасно. В двух закромах 56 четверти ржи. В одном 7 раз больше, чем в другом. Сколько в каждом? Я даже не касаясь доски мелом, сразу сообразил. В одном 7, в другом 49. Отлично. Ну, теперь по-славянски. Тут и пришёл опять мой конец. Почитал Евангелие, перевёл опять разбор времён. И глаголы сказал Иисус. Какое время? А их четыре же. Вот беда. Сказал наугад одно. Но не попал. Другое тоже. Ты что же, не знаешь? Я не учил этого. Не знал, что ей нужно учить. Пашим голосом отвечал я. Теперь же некуда бежать в новое училище. Один путь был. Назад, домой, с провалом. Горь-то какое мне и матери. Жаль, сказал кто-то из училей. А по другим предметам мы по пятёрке поставили тебе. Мать опять встаёт сзади, просит. Нельзя? Нельзя ли классом ниже? Сколько тебе лет? Тринадцатый, как подсудимый говорю я, постарел для первого класса. Мать опять в слезах. Я стою у окна молча. Один из них, не тот же Орлов. Он был секретарём правления училища. Вдруг говорит матери, ну хорошо, оставляйте его здесь. А мы обратимся с просьбой к архиерею принять его в виде исключения из правила. По другим предметам прошёл прекрасно. Мать поблагодарила. Я в восторге попал-таки в школу. Мать простилась. Заплатила первый взнос. За право обучения брали со светских учеников, а дети духовенства были свободны. Заплатила и первый взнос за общежитие. И началось моё богословское образование, продолжавшееся 15 лет. Конечно, мне очень было легко учиться в первом классе. После шести лет подготовки я сразу пошёл первым. А порядки в этом училище действительно были строже, чем во втором. Зато первые ученики нашего училища, попадая в семинарию, где в первом классе сталкивалось семь учеников из разных училищ и епархии. Никогда не теряли первенство своего в семинаре. Нет худа без добра. Не буду дальше рассказывать про обучение в училище, семинарии, академии. Это имеет специальный, а не общественный характер. В смысле знаний эти школы нам давали довольно много. О религиозном духе скажу после. Как и везде, предметы нас не интересовали. Мы просто отбывали их. Как повинность, чтобы идти дальше. Классические языки не любили. Да они оказались бесполезными. В семинарии часто учили к опросу про расчёты времени, за чем следили особые любители товарищей. Науки нас не обременяли. На экзаменах усиленно зубрили и сдавали. В академии же, куда поступали лишь перваки, некоторые занимались уже самостоятельно любыми предметами, а многие слегка проходили, её напрягаясь лишь во время экзаменов. Учители жили, в общем, замкнуто от учеников. И в своей школьной жизни я вспоминаю тут лишь 3-4 случая. Если Бог даст, завтра будем продолжать. Продолжение следует...